Прошедший учебный год ознаменовался активным участием Республики в реализации национального проекта образования. С этих слов начинает доклад ИО Министра образования Эсет Бокова. Дан старт региональным инновационным проектам, наметившим дальнейшее направление развития различных уровней образования. Министр также подчеркнул, что дошкольное образование – первое и, пожалуй, одна из важнейших ступеней образовательной системы. По ее словам, всего в Ингушетии дошкольным образованием охвачено около 16,5 тысяч детей. В очереди же в детские сады свыше 11,5 тысяч детей. В развитии дошкольного образования в рамках нацпроекта планируется введение в эксплуатацию детских садов для того, чтобы ликвидировать дефицит посадочных мест в детских садах, что очень актуально на сегодняшний день для женщин, которые хотят выйти на работу. Нельзя не отметить, что вырос спрос на услуги дополнительного образования технического направления, как у детей, так и их родителей. Сетбокова считает, что необходимо в настоящее время развивать это направление путем создания новых центров детского технического творчества, особенно в сельской местности. В рамках реализации национального проекта «Современная школа» в 2019 году будут открыты 17 центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе образовательных организаций. За счет создания вышеуказанных центров в 2019 году около 800 детей будут охвачены доп. образованием по таким направлениям, как технология, информатика, ОБЖ. В центрах «Точки роста» будут осуществляться единый подход к образовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями. Изменится содержательная сторона предметной области технологий, в которую будут введены новые образовательные компетенции. Это 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Говоря о достижениях, нельзя не отметить и проблемы в образовательной сфере. На сегодняшний день капитального ремонта ждут 78 образовательных учреждений республики. Это и школы, и детские сады. На эти цели необходимы немалые средства. Конечно, особое внимание будет уделяться кадровой политике. Как правило, наши учителя, выпускники нашего университета переходят в образовательные организации уже в качестве учителей. И вот там сталкиваются с большими сложностями и образовательные учреждения, и руководители, и сами учителя. То есть это отсутствие методики преподавания. Поэтому с этой целью указом, приказом министерства будут направлены на образовательные учреждения о обязательном введении в образовательных учреждениях системы наставничества, чтобы молодой специалист был прикреплен к специалисту с большим опытом, и как следствие хотим получить результат подготовленного учителя. Народные избранники озвучивают самые наболевшие вопросы жителей республики. Депутат Народного собрания Марифа Султыгова поинтересовалась, как обстоят дела с бесплатным питанием для учащихся в общеобразовательных учреждениях. В бюджетной смете 2018-2019, могу сказать, средства на обеспечение горячим питанием учащихся в образовательных учреждениях не заложено. Вот министер финансов не даст мне соврать, этот вопрос поднимала на уровне правительства на последнем совещании о возможности вернуть эту статью по обслуживанию, потому что у нас социально необеспеченный контингент учащихся, которые ранее по закону об образовании. Вообще по закону об образовании ФГОС включает в себя горячее питание, это булочка и молоко, которые мы сняли с 2016 года, потому что бюджет республики нам не позволял осуществлять эту поставку. Я согласна с вами. Этого требует закон, но горячим питанием у нас не за счет родительских средств, только охваченных по республике, ввиду отсутствия финансирования. Мы на этом будем выносить этот вопрос на формирование бюджета. Статья заложена, но она ежегодно не проплачивалась, просто не обслуживалась эта статья. Помимо всех вопросов, которые стоят перед Министерством образования, нельзя откладывать в долгий ящик и необходимость улучшения материально-технической базы, благоустроить территории и открыть спортивные залы. Качеству образования будет уделяться особое внимание, подчеркнула министр. Создан комитет по проведению мониторинга, рабочая группа при Министерстве образования и науки с целью мониторинга и выявления дефицита на местах образовательных учреждений. Акцент будет делаться на тех образовательных учреждениях, где показываются низкие результаты ЕГЭ. Именно ЕГЭ, а не ОГЭ. Потому что наблюдается такая тенденция на последний год, что качество ОГЭ не подтверждается качеством ЕГЭ на выходе. То есть учащиеся, которые получили хороший акцент об основном образовании, не подтверждают эти здания уже на едином госэкзамене. В рамках реализации нацпроекта планируется введение в эксплуатацию до конца 2022 года 22 детских сада и 17 школ. Завершая свое выступление, Эссет Бокова подчеркнула, что все мероприятия, реализуемые в системе образования республики, направлены на создание условий для выявления и развития таланта каждого ребенка. А это все невозможно без соответствующей материально-технической базы образовательных учреждений. Светлана Томова, Асхаб Белокиев, Новости 24.